Телекомпания «Вид» представляет. Послушай, далеко-далеко на озере Чад изысканной бродит жираф. Ему грациозная стройность и негодана, и шкура его украшает волшебный узор, с которым равняться и осмелится только луна, дробясь и качаясь на влаге широких озер. Вдали он подобен цветным парусам корабля, и бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, когда на закате он прячется в мраморный грот. Я знаю веселые сказки таинственных стран, про черную деву, про страсть молодого вождя. Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман, ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав. Ты плачешь? Послушай, далеко-далеко на озере Чад изысканной бродит жираф. Вот такое чудесное стихотворение написал Николай Гумилев. Если вы перестали плакать, то вытрите слезы и отправимся в эти чудные края, которые для вас воспели Николай Степанович и Дмитрий Дмитриевич. Большинство приезжает сюда ради посещения знаменитых кенийских парков-заповедников. Они огромны, и поэтому там нет никаких оград. Звери сами чувствуют их границы. Здесь они ведут себя, не проявляя особой осторожности, как будто зная закон на их стороне, а вне парка, а не на чеку. Кения занимает лидирующее место в Африке по числу иностранных туристов. Причиной тому ее необыкновенно разнообразная природа. Может быть, даже самая разнообразная и самая красивая в Восточной Африке. Это и сказочные богатства животного мира. Одних только диких парнокопытных. От карликовых антилоп размером с кролика до огромных антилоп-карм весом в тонну. Их свыше 30 видов. А во всей Европе только 5 видов антилоп. А еще гепарды, шакалы, гиены, крокодилы, жирафы, зебры, гиппопотамы, обезьяны. Птиц свыше 100 видов. И, конечно, бигфайд, большая пятерка. Пять животных, которых все стремятся увидеть, приехав в Африку. Это слон, носорог, буйвол, леопард и лев. Огромной проблемой для этих заповедников является браконьерство. Жертвами браконьера в первую очередь становятся слоны, носороги и крокодилы. Бумажник из крокодиловой кожи в лондонском магазине стоит 600 долларов. А в своей верхней челюсти слон носит 2500 долларов. То есть столько стоит его бивни на черном рынке. А измельченный рог носорога используется в препаратах для лечения импотенции. Хотя ученые доказали, что это все ерунда. И прибор импотента после принятия этих пилюль вовсе не становится таким же твердым, как рог носорога. А еще рог используется для рукоятки арабского кинжала. Вот непременно носорожей должна быть рукоятка. А иначе не круто, иначе нет джигитов. А сколько таких джигитов в Омане, Саудовской Аравии и других арабских странах? Бедные носороги. Охота в Кении запрещена, если нет лицензии. А лицензия стоит 3000. Но это только право на охоту. Каждый зверь стоит отдельной платы от 10 тысяч за убитого слона до 500 долларов за какого-нибудь бородавочника. Бойвол стоит 3000 лев от 5 до 7. Но как бы ни был силен охотничий инстинкт, сколько денег не распирало бы карман. Но разве можно убивать такую красоту ради тщеславия? В Кении считается, что если женщина в ожидании ребенка будет подолгу любоваться глазами антилопы-импалы, то эта красота перейдет и на ее дитя. Антолопы в переводе с греческого означает «ясноглазая». Мама Наоми Кэмпбелл весь декрет провела в созерцании пасущихся импал. А мама Зинаида Мандуловой до последнего дня работала в колхозном свинарнике, где ее и прихватили схватки. Наоми Кэмпбелл стала мировой топ-моделью, но с эстерозным характером. А Зинаида Мандулова по окончании школы работает в свинарнике. Лицом она не вышла, но душой очень добрая. Вот так по-разному складывается судьба девушек в африканских и российских глубинках. Кстати, когда-то антилопы жили у нас. Представляете, в районе подмосковных Химок, по самому центру Екатеринбурга, бродили огромные стадо антилоп. Но это было 23 миллиона лет назад. А вот недавно, 100 тысяч лет назад, изменился климат, и антилопы из Балашики перебрались в Африку, где среда обитания для них оказалась более комфортной. Импалы настолько непривилетливы в еде, что питаются любым растительным кормом, как наше население. И оттого за 7 миллионов лет они, импалы, нисколько не изменились. Значит, то же самое будет и с нами. Через 7 миллионов лет мы будем такими же, как и сегодня, если не изменится продовольственная программа. А это зависит от Харитонова в Думе. Будем ли мы через 7 миллионов лет такими же или изменимся до неузнаваемости? Мы идем по саванне в сопровождении гида, воина из местного племени Масая. Он просит нас не уходить в сторону и идти вслед за ним. Каждый воин Масая должен хотя бы один раз в жизни убить льва. Оружие – копье. Они единственные в Кении, кому позволено убивать львов без всякого разрешения. Он показывает нам место ночной разборки львов, этих авторитетов саванны с представителями среднего и крупного бизнеса, бычьего сада. Все это напомнило мне рассказ Брэдбери о путешествии на машине времени до исторической сафари. Там нельзя было сходить с гравитационной тропы, дабы не изменить окружающий мир. Последствия ведь непредсказуемы. Герой рассказа отступился и придавил бабочку. Вернувшись назад в будущее, он увидел, что ничего, слава богу, не изменилось. Все как и было. Только президент оказался другой. Так вот, сафари в Кении – это как поездка в далекое прошлое. Я не во всем согласен с нашим президентом, но бабочек не топтал. Кстати, именно здесь американским фотографам-любителям был снят кадр, обошедший все крупные издания. Он принес ему 30 тысяч долларов. Львица перебивает позвоночник гугла. Но его последователям напоминают – в национальных парках ежегодно погибает несколько фотографов, которые слишком близко подбирались к объекту. Только высокие профессионалы, познавшие повадки, хитрости и мимику хищников, такие как знаменитый фотограф Митсуаки Ивага, умеют снимать их на расстоянии метра. Ивага считает, что львы боятся только стоящего в рост человека. А если опуститься на четверенки, то можно подобраться на расстояние вытянутой руки. Главное – не посягать на их добычу. Вот так я и не посягал. Впрочем, и жираф, если вы ему не понравитесь, так нападаст своими костылями, что вы до конца жизни будете ходить на своих купленных костылях. Поэтому любоваться этим чудом, подобным цветным парусам корабля, все же лучше не выходя из машины. А затем снова пешком мы отправились дальше, едва не подверглись нападению. Дорога нам преградила банда бабуинов. Мы будем вашей крышей, сказал нам вожак, руководитель УГЭ, организованной группы. Мы обеспечим вашу спокойствие и безопасность. Нет, твердо сказали мы. Спокойствие и безопасность нам обеспечивает наш спонсор – страховая группа «Спасские ворота». Мы в Масайской деревне. Племя Масаев – одно из самых странных и загадочных в Африке. Время не властно над ними. В 21 веке они живут так же, как и жили тысячи лет назад. И этот миропорядок их устраивает. Масаи знают об окружающей их цивилизации, но они не проявляют к ней враждебности. Однако, тем не менее, живут по своим параллельным законам. Они скорее похожи на инопланетян, чем на дикарей. Они бережно сохранили свою цивилизацию, основу которой составляет чуткое согласие с природой. Когда наш попутчик, журналист Анатолий, спросил у воина, сколько ему лет, тот немного задумался и ответил, «Я не знаю, когда я родился, не знаю, когда умру, но я точно знаю, что я живу». А этим копьем он убил трех львов. Масайский традиционный напиток – кровь с молоком. Кровь берут у горбатых коров из вены, на шее. Нацедив полведра, ранку затыкают пробочкой из навоза. А вторые полведра заполняют молоком. Коктейль хранится вот в такой посуде. Гурманы эту смесь сбраживают неделю. И потом пьют хмельной напиток, который их соседи, ну обычные африканцы, называют местные виски. Другие племена недолюбливают масаев за их якобы привилегированное положение и повышенное к ним внимание туристов. Нам даже советовали с ними не связываться, убеждая, что масаи – очень опасный народ и легко убивают не только львов. Ну, какая-то доля правды в этом есть. Во все времена это племя отличалось воинственной независимостью. Никакая религия не коснулась их сознания. Наш закон «Не убей» писан не для них. Если масаи разозлился и поднял на тебя руку, будь уверен, ты покойник. Но мы-то пришли с миром и с деньгами. Вот чем отличается масаи от наших политиков или, например, телеведущих? Объясняю. Масаи, как и остальные кенийцы, отказываются позировать перед камерой. Масаи, если ты его снимаешь без разрешения, может запросто запустить камнем в объектив камеры. Причина в том, что масаи убежден, снимающий его изображение овладевает и частичкой его души. У нас наоборот. Те, кого чаще показывают на экране, полагают, что это они, властители наших душ. Некоторые деятели от политики так любят сниматься, что даже платят за это деньги. Нет, масаи другие. Они не любят сниматься. Бесплатно. Но за доллары они готовы поделиться частичкой своей души. Договариваться надо с вождем. Он потребует по 10 долларов с одной туристической души. Но, поторговавшись, можно сбить цену до пяти. Плюс пару шариковых ручек, коробочку из-под фотопленки, шоколадки для детей. После чего дается отмашка. И масайские тинейджеры изображают свадебный или воинственный танец. Воины старательно подпрыгивают, соревнуясь друг с другом в молодецкой удаля. Туристы торопливо снимают, пока не кончилось волшебное действие долларов, шоколадки и двух авторучек. Мой вот коллега Ариф Алиев добавил зажигалку. И глава племени поделился с ним эксклюзивной информацией о секрете мужской силы. Без копья масая невозможно себе представить. С копьем он пасет коров, с копьем он идет в гости в соседнее поселение. Вотнутая в землю копьевого входа чудеба хижину, обязывает ее владельца принять гостя с почестями, отдать в распоряжение его жилища, со всем, что там есть, включая и жену. При этом вопросы отцовства из вида не упускаются. Если масай не уверен, что ребенок его, младенцы кладут в воротах загона. Если идущий на ночлег скот ребенка не затоптал, отцовство подтверждено, а в ином случае, к сожалению, никто не выскажет. Хоронят любого покойника, старого или малого, по давней традиции, оставляют на ночь в саванне диким зверям. Масай выставляет на продажу различные украшения, оружия и сувениры. Расплатиться за эти сокровища можно карточкой Альфа-банка Мастеркард. По масайским меркам красоты карточка Альфа-банка прелестная вещица, особенно золотые циферки и буковки. Ну а если практически, то снимите в отельном банкомате наличные и расплачиваетесь. Мамба. Так на Суахиле называют крокодилов. Несмотря на то, что они отнюдь не вегетарианцы, живут они до 120 лет, бегают со скоростью 25 км в час, а плавают чуть ли не вдвое быстрее. Это вот самый большой крокодил, живущий на ферме. Ну вы уже верно догадались, что мы на крокодиле ферме. Так вот, этот самый большой крокодил длиной в 5 метров, а весит 800 килограммов. Ему 80 лет. То есть он в самом расцвете сил. За свою недолгую жизнь на воле до этого заключения в зону он съел 5 человек из местных. Это малютки. Правда, несколько кровожадные. Ну что с них возьмешь? Дети. Эти тинейджеры ведут уличные бои за кусок курицы, вырывая друг у друга мясо. Они уже не голодны. Они просто самоутверждаются. Как и наши подростки, когда вечером стая окружает запоздавшую домой одинокую жертву. А взрослые крокодилы так уже не суетятся и в драки не ввязываются. Каждый хватает свою пайку. Они уже поняли, здесь в зоне всем все всегда достанется. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok